Всем известно, что музыка влияет на настроение человека. Не только жанр, ритм и тональность произведения имеют значение, но и том, на каком именно музыкальном инструменте была сыграна мелодия. Оказывается, на струнные инструменты положительно реагирует сердечно-сосудистая система, а игра на пианино и рояле гармонизирует душевное состояние. Все это хорошо понимают участники детского оркестра Тимоня. Оркестр существует уже 15 лет, и у него есть свои поклонники. Домра, балалайка, гитара, аккордеон, пианино, флейта. Освоить любой из этих инструментов и не только можно, записавшись в детский оркестр Тимоня. Все начиналось с игры на ложках, а сейчас в композициях, исполняемых оркестром, задействованы около 10 различных музыкальных инструментов. Тимоня – призер различных конкурсов и фестивалей. За 15 лет сменилось несколько составов участников, да и в количественном отношении коллектив вырос почти до 100 человек. Радует то, что выпускники, которые были у меня когда-то, они помнят, они как бы вспоминают с теплотой и со словами благодарности ко мне. Мне было приятно, когда ребенок мне говорит, если бы не этот оркестр, я бы был уличным мальчиком. Спасибо оркестру, спасибо вам. И мне было очень приятно, что мы не зря работаем, что мы детей ограждаем от какого-то другого, ну, от негативных явлений, от негативных моментов в жизни. То есть наша задача – привлечь детей как бы сюда, в коллектив, чтобы они были умными, добрыми, талантливыми. Они помогали друг другу. Анна Краюшкина занимается в центре уже 7 лет, и желания и интерес только растут. Люблю, как сказать, свой инструмент. Играю я на баллайке. Конечно, хотелось бы освоить и другие инструменты, допустим, ударные. С радостью освоила бы гитару, рояль. Все, что находится здесь. Если Аня – самый взрослый участник оркестром, то Андрей – самый маленький, ему 7 лет, и уже 2 года он учится музыке. Раньше я играла на домбре, а теперь играю на флейте. Мне очень нравится. Игра получается красивой. Я еще хочу научиться играть на гитаре. Мама Славы Крылова поддерживает своего сына в стремлениях освоить прекрасное. И нисколько не жалеет, что отвела его оркестр. Он сам захотел, потому что у меня и отец играл на баяне. Я играю. У нас дома много музыкальных инструментов, и когда он был маленький, он всегда играл, занимался. И захотел. Мы решили попробовать, получится или нет. Отправили – получилось. И когда он занимается, еще и другие детишки тоже подтягиваются. Так что, думаю, мы других соприведем. Каждый участник оркестра – маленький винтик в большом механизме. И от него зависит успех всего номера. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика.